После трагедии в Санкт-Петербурге все проблемы двусторонних отношений отошли на задний план. Об этом сегодня заявил президент Беларуси во время интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Какие уроки стоит вынести из случившегося и как противостоять террористическим угрозам? Недавний теракт обострил тему безопасности. По мнению Александра Лукашенко, застраховаться от подобного невозможно, но бороться нужно и, что важно, сообща. Лишнее доказательство – то, что взрыв в питерском метро произошел за считанные минуты до встречи. Президентов Беларуси и России. Конечно, мы готовились. Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. И это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами. И мы готовились к этой встрече. И вот мы идем на эту встречу. Здесь происходит как раз параллельно в этот же момент террористический акт. И все вот эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи, мы были полны решимости по спорам где-то разрубить этот гордий узел. Все они отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Ну что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить. Вот вопросы безопасности, они были и запланированы как основные. Вопросы обороны, они тоже были как основные запланированы к переговорам с Путиным. Они вышли на первый план. Все остальное, житейское, это отошло на задний план. И мы там меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов. Мы обратили внимание прежде на это. Вот это урок был нам в ту минуту. И это должно послужить уроком всем. Белорусско-российским отношениям посвятили львиную долю времени. В целом лейтмотивом интервью стала интеграция. Оно и понятно. Мир освещает главным образом сотрудничество внутри содружества независимых государств. Десяток вопросов и час живого общения. Потенциально увидеть это интервью смогут свыше 130 миллионов человек. Такова аудитория мира. Этот бренд сегодня объединяет три телеканала, радио, информационный портал и спутниковую систему. Круглосуточное телевещание ведется в четырехчасовых поясах на территории 13 стран.